Здравствуйте! Мы месяцами собирали информацию для этого нашего видео и просим от каждого из вас потратить по 30 секунд для просмотра одной рекламы без кнопки пропустить. Это будет ваше спасибо за наш труд. А для тех, кто благодарить нас не планировал, есть возможность написать все, что они думают, в комментариях. Желательно несколько раз и дважды поставить дизлайк. Приятного просмотра! Всем здравствуйте! Всем привет! Сегодня с вами поговорим о комбикормах. Это будет третье видео из серии видео о комбикормах. Ссылочку на первые два я оставлю в описании. Мы с вами рассмотрим комбикорма, которые уже рассматривали, потому что по ним появилась новая информация. А также рассмотрим несколько новых комбикормов, о которых нам говорили либо подписчики, либо зрители канала. Та информация, которую мы узнали, мы вам все расскажем. Мы все-таки дождались паспортов качества от Истры и от Маркорма. Начнем с них. Даже давайте с Маркорма начнем. Там с Маркормом все понятно, все как бы как они на этикетках пишут. В паспортах состав идентичный. Опять-таки я говорю, что мы доверяем информации, которую производитель нам предоставляет. И исходя из этого, в ПК-6 у них без лекарственных препаратов. В ПК-5 они присутствуют, об этом мы говорили в предыдущих роликах. Мы покажем паспорта, да? Да, мы покажем паспорта. Опять все-таки, сразу касаемо паспортов. Информацию эту прям буквально приходилось выуживать, как-то из них вытягивать. Сами знаете, еще в том ролике мы рассказывали, сколько времени мы ждали от них информации. В общем, опять писали несколько писем, в итоге все-таки нам прислали. Но скажу вам, это была долгая переписка. Так, касаемо истры. Значит, паспорта истры нам тоже прислала. Мы их ставим, покажем. С истрой там уже не так однозначно все. Там нас ждал неприятный сюрприз. В ПК-6 у них оказался, ребята, антибиотик. Несмотря на то, что они утверждали, что ПК-6 у них без лекарственных препаратов. До этого переписки. Да. Но должны мы сказать, что время прошло достаточно прилично. То есть между письмом и сертификатами, которые они прислали, паспортами качества, порядка полугода, наверное, прошло. То есть рецептура поменялась. Нет, нет, секунду, подожди. Первый запрос мы делали, когда еще был собственник другой. Там у них, да, да, с этих перетрубаций к нам, каких-то проблем и так далее. В тех переписках, ну, в видео посмотрите, нам отвечали, что у них в этом лекарственные препараты ПК-5. В ПК-6 ничего нет. В последних, когда уже собственник поменялся, последней информацией, которую они нам предоставляли, они нам то же самое говорили. И есть ролики в интернете, где они утверждают, что у них вообще ничего нету, ни в каких-то кормах. Но вот по факту в присланном паспорте качества на ПК-6 у них оказался антибиотик. Вот об этом антибиотике, энродине, мы с вами и поговорим отдельно, потому что он у нас встречается впервые. На что я хотела обратить ваше внимание при рассмотрении инструкции к нему, что лечащее вещество энродина это энермицин, что энермицин имеет большую крупную молекулу и не имеет возможности всасываться в желудочно-кишечный тракт. Мы с этим с вами сталкивались уже, флавомицин, такая же схема идет. Говорим о том, что молекулы слишком большие для того, чтобы проникнуть через стенки кишечника. Но кишечник при этом должен быть идеальный, без микротрещин, которые встречаются у бролера достаточно часто. Я делала сушеные внутренние оболочки желудка по заказу. И поверьте, даже точнее не так, не верьте мне, сами посмотрите. Попробуйте помыть эти желудки, внутренние желтые оболочки. Ну, вы сами все увидите. Метаболизм и выведение этого препарата, в общем, говорит о том, что 83-97% действующего вещества выходит с пометом в течение 72 часов. Во-первых, 83% это значит куда-то что-то девается все-таки, но это не важно. Значит, в 72 часа все это дело выходит из птицы, и можно смело кушать мясо этой птицы без каких-либо побочных препаратов в нем. Это очень хорошо, не может не радовать. Птичка прокакалась, ее можно забивать, считают производители данного препарата. Но момент у меня такой. То есть помет после этой птицы будет полностью оснащен антибиотиком. Вот, к сожалению, поэтому, по этой причине у нас и умирают мужчины 30 лет от пневмонии и от всего остального, здоровые, крепкие. По причине того, что у нас во всем и везде существует антибиотик, которым мы загадили, простите, всю планету. И какая микробина потом выживет после этой антимикробной активности, сохраненной, которая выработает иммунитет к этому препарату, это будет вопрос. Также мы видим то, что НР1 характеризуется низкой резистентностью, то есть микробы к нему не привыкают пока. И еще один момент. НР1 стабилен при высоких температурах. При нормальных условиях хранения он не претерпевает изменений в течение длительного времени. Кроме того, он стабилен в смеси с кормами при хранении и при комнатной температуре. Не теряя своих характеристик даже в условиях высоких температур и влажностей, что требуется, в частности, для производства гранулированного корма. То есть, понимаете, для гранулированного корма нужна высокая температура антибиотика, это можно добавлять, потому что он не претерпевает никаких изменений. Он стабилен. Но могу также домыслить, что если этот антибиотик в силу того, что существуют микротрещины в желудочно-кичечный тракте, попадает в птицу, он также в ней при термической обработке не распадается. Снова, только мои умозаключения. Следующий пункт нам говорит о том, что НР1 повышает продуктивность птицы. Кстати, не сказала, что первое в описании введение еще. Добавление НР1 в корм птицы помогает увеличить привесы и повысить эффективность кормов. Еще раз обращаю внимание на то, что очередная инструкция к антибиотику говорит нам о том, что антибиотик помогает увеличить привесы. Что бы кто ни говорил, это факт. Антибиотики помогают увеличить привесы птицы. За счет чего это дело десятое. Но используются они в немаловажном объеме именно для того, чтобы увеличить привес птицы. Ну и как видите, продуктивность птицы тоже увеличивается. Даже показатели выше, чем с бацитроцином нам известный. Вот, поэтому все классно. Мы не говорим, что это плохо или хорошо, что это все ужасный капец. Нет, многие вообще наплевать на это. Вот это мы так грубо заморочились, нам этот комбикор не подходит. Вот, так что касаемо Истры вот такая вот штука получается. Покажем переписку, покажем паспорта. Так, это вот касаемо информации, что у нас появилось по комбикормам, которые были в нашем расследовании уже. Да, вот такие паспорта нам прислали. Там тоже будет информация, по-моему, и по другим кормам от производителя. СК-8, да, еще там пока один, возможно, был. Там как бы без лекарственных препаратов. Ну, посмотрите, посмотрите сами. Вы слышите сзади звук? Это сметанка. У меня немножечко тоже, наверное, на лице грусть-печаль, потому что мы сегодня делали процедуру с ней соответствующую, чтобы у нас было поменьше животных в доме, ну, и на территории. Вот, поэтому, короче, я немножко грущу, а она немножко плачет сзади. Поэтому уж извиняйте, звук будет такой. Вот. Хотела вам вот что сказать. Мы излагаем информацию вам, только ту, которую получаем. Вы простите, если у нас не получается это сделать как-то безличностно или без намека на наше собственное отношение к этому вопросу. Мы хотим вам просто рассказать сухую информацию, факты, которые мы узнали. Выводы делать только вам самим. Я приведу метафоричный пример. Если у соседа покрашен забор зеленой краской, я вам говорю, забор покрашен зеленой краской. Вы сами можете додумывать, украл ли эту краску сосед на какой-нибудь фабрике. Или состоит ли он в Гринписе. Или, может быть, он с детства в партизанах, и поэтому его забор зеленый. Это ваши личные выводы. Мы вам рассказываем только то, что по факту мы узнали. Выводы делать только вам. И еще один момент. Если вы кормите свою птицу кормикормом от начала и до забоя, и не важно каким, и даже если вы выбираете именно для этого ПК-5, как многие рекомендуют блогеры, это ваш выбор. И мы не говорим, что вы при этом должны быть расстреляны на площади с семьей. Поймите. Мы говорим о том, что мы хотим для себя найти такой способ кормления птицы, который максимально обезопасит нас, нашу семью, наших клиентов от возможных, каких-то ненужных моментов, таких как антибиотики, как стадиостатики в карманах. Даже если вы делаете все особенно, если вы все делаете по инструкции, которые пишутся на этих мешках с кормикормами, вы выдерживаете паузу, вы правильно все делаете, вовремя переводите птицу, ваша птица будет в разы чище и лучше, чем магазинные образцы. Мы это прекрасно все понимаем. И вы понимаете. И мы, и наши клиенты, и ваши. Каждый из нас, я надеюсь, честный человек. И не будет своей... Вы поймите, можно пичкать курицу антибиотиками по-другому, добавляя их в воду постоянно, и у вас будут прекрасные, там, я не знаю, бешеные, какие-то сумасшедшие, отличные результаты, и вы экономически подойдете к этому вопросу, может быть, более целесообразно, чем мы. Просто мы говорим о своей истории выращивания бролера. Мы не говорим о том, что если у вас история другая, значит, вы кто-то там прям монстр во плоти, поймите. Выбор за каждым индивидуально. Но я надеюсь, что наши суждения или наша информация, которую мы выясняем для вас, озвучиваем для вас, поможет вам в случае, если у вас такой же интерес, как у нас, сделать свое решение, свой выбор более проще. То есть вам не придется проделывать ту работу, которую сделали мы. И все, цель одна. Я еще хочу добавить, что сразу предваряю комментарии, типа того, что надо делать свою зерносмесь и растить птицу на своей зерносмеси. Уже поднимали этот вопрос, просто здесь я проговорюсь кратенько, что зерносмейство вы можете делать сами, как положено, даже комбикорм такой же, но вы все равно туда добавите премикс или БМВД, потому что без него не будет расти птица, так как она растет на комбикорме. То есть вы сделаете такой же комбикорм, скорее всего с лекарственными препаратами в этом БМВД и в премиксах. На диван жиров, правильно сказал, бывают же разные премиксы, да? Бывают разные, да, но сколько мы не спрашиваем, мы еще без лекарственных не видели. Но это отдельно покупаемые, понимаешь? Отдельно покупаемые именно, да, тоже. Может быть, они есть какие-то там лечебные и профилактические, помнишь, тоже есть разные? Возможно. Но в премиксах содержатся витамины, и зачастую содержится пробиотик, который необходим. Безусловно. И это все сбалансировано максимально? Безусловно. Поэтому, если вы знаете, какие производители производят точно премиксы или БМВД, конкретно, да, без лекарственных каких-либо препаратов, напишите нам в комментарии, пожалуйста, чтобы мы более подробно изучили этот вопрос. Но в тот же момент, ты должен все как следует перемешать. Я в перемешивании бетономешалкой, если честно, не верю. У нас две бетономешалки есть. Нет, ну мы тоже перемешиваем бетономешалкой, но я считаю, что, конечно же, это нет близко. Как ты размешаешь премикс в размере столовой ложки в ведре? Сложно. Поэтому на предприятиях мешают частями. Да. Но у них оборудование совершенно другое. Совершенно другое. Ну, я к тому говорю, что все равно, конечно же, свой корм мы не сможем сделать так качественно, как это делают на заводах, на крупных. Но снова, если есть гранулятор, если есть там... Все равно вопрос перемешивания ты не решишь. Как ты равномерно распределишь, грубо говоря, столовую ложку на... даже пускай там на ведре. Ну, сложно это сделать. Я вмешаю ковшичек, ковшичек вмешаю. Два ковшичек вмешаю. Два ковшичек вмешаю. Ну, ты знаешь таких людей? Но, если у тебя 30 бройлеров, да. А если 400, то нет. Или 500, или 300. Я вам сейчас скажу, даже на 100, ты такой будешь делать, что мешать. Мешать, мешать, мешать. Себе жить, а им еду. Сейчас поговорим мы о Тоснинском комбикорме. Этот комбикорм просмотрен был нами в видео до этого момента. Предыдущий. И там есть своя история, если хотите посмотреть. Сейчас расскажем ту часть, которая оказалась новой для нас. У нас была переписка под последним из видео о комбикорме с, по-моему, Лехой Пупкин, да. Он нам присылал этикетки Тоснинского комбикорма. И вот на этих этикетках там был прописан флавомицин, насколько мне помнится. То есть антибиотик. И значит, эта переписка состоялась после того нашего расследования, так скажем, в кавычках, по поводу Тоснинского комбикорма, где нам производитель в переписке, в долгой, несколько лиц, там представитель какой-то непоследний, там, да, он должен занимать, чуть ли там не директора. И технический работник нам писали, что у них нет никаких лекарственных препаратов в их комбикормах. И тут нам подписчик или зритель канала присылает этикетки, где они есть в наличии. В справедливости ради, можно заметить, что там две этикетки было, и в одном присутствовал в составе антибиотик, в другом комбикорме он отсутствовал. Если присмотреться, то мы увидим там рецепт, номер такой-то. И вот эта нумерация, она различается на пару цифр. То есть, видимо, производитель производит комбикорма разной рецептуры, но они все, мы говорим про комбикорма розничной торговли. То есть, вы их можете приобрести. Отсюда делаем вывод, что у них несколько составов комбикормов выпускается, допустим, одного ПК-6. Но нам об этом производитель не заявил, что вы можете, допустим, купить такой, а можете купить такой с антибиотиком. Соответственно, мы отправили запрос им с просьбой прокомментировать вот эту информацию, которая у нас появилась. Приложили фотографии, этикеток и спросили, типа, вот как же вы нам говорите, что у вас нет лекарственных препаратов в комбикормах, когда они на этикетках, на ваших прописаны. Вот. Несколько писем, да, там несколько раз мы писали с просьбой. Мы писали и одному, кто участвовал в переписке, и другому, и другому еще раз. Нас отправили в веб-нор жесткий, и ответа так и не последовало. Выводы делайте сами. В одном из комментариев под предыдущими видео в комбикормах нас попросили рассмотреть такой комбикорм, как БЭТ. Этот комбикорм производится, по-моему, на югах, да? Да, ЛП-шник производит. Индивидуальный предприниматель, значит, производит этот комбикорм. И, кстати, по поводу того, что комбикорм изготавливает индивидуальный предприниматель. Прошу обратить ваше внимание на то, что некоторые очень опытные птицеводы утверждают, что комбикормовый завод, если использует что-то не то, лишится лицензии. Так вот, мил мои, лицензия комбикормового завода не требуется вовсе. Эта деятельность не лицензируется на территории Российской Федерации. Только в случае, если комбикормовый завод самостоятельно имеет фармакологический отдел, который изготавливает лекарственные препараты, которые добавляют в комбикорм, самостоятельно они закупают где-то. Только в таком случае на именно эту фармакологическую деятельность нужна лицензия, которая может быть отозвана или не отозвана, отобрана и так далее. Комбикорм у нас изготавливают и предприниматели частные, и индивидуальные, и никакой лицензии это не требует. Индивидуальный предприниматель, значит, производит этот комбикорм, и при нашем запросе ему о составе комбикорма он, в общем-то, достаточно быстро ответил и прислал нам паспорта качественного комбикорма, в которых было указано использование примеча. БМВД, если быть точнее. Не хотела записывать голос за кадром, но, в общем, пришлось. Подготавливая для вас удостоверение качества комбикормов Best, обратила внимание на следующие моменты. Во-первых, пришли они на почту двумя разными форматами, один в Word, второй в PDF. В Word паспорта качества не присылают, но обычно, потому что в Word можно внести изменения, достаточно незаметно. Вот, поэтому в PDF всегда посылаются. Но это бог с ним. Значит, это две разные линейки комбикормов, и у них в наименовании предприятия указаны разные ИПшники. Два разных. И третий появляется в сертификате качества, который расположен на сайте, размещен в открытом доступе. Вот. Там не удостоверение качества, там сертификат соответствует. Это разные вещи. Но там в наименовании предприятия указан третий ИПшник. Следующий момент, на который хочу обратить ваше внимание, это вот такая строчка, я ее подчеркну для вас. Нейтрализатор бактериальной микрофлоры. Нейтрализатором бактериальной микрофлоры, известным мне, являются антибиотики. Других нейтрализаторов лично я не знаю. Возможно, я ошибаюсь. И утверждать, что у нас не используются никакие лекарственные препараты в комбикормах, и одновременно указывать, что в составе входят вот такие нейтрализаторы бактериальной микрофлоры, в общем-то, мне кажется, немножко лукавство снова же. Но мы с вами об этом не узнаем, потому что комбикормовый завод БЭСТ больше на общение с нами не вышел. Вот, выводы делайте сами. В ответ на полученные паспорта качества мы, соответственно, снова же спросили, такой вопрос задали, а существует ли рецептура этого БМВД, этого Примкса? И существуют ли в них лекарственные препараты, используемые в этих комбикормах в Примксе? Ну и, в общем, ответы не последовало. Да, несколько раз мы задавали этот вопрос, но нас также отправили в игнор, и все, и больше ответа не последовало. Еще один комбикорм, который пошел вне конкурса, называется он «Наш корм». Значит, что натолкнул? Натолкнул у нас диалог на одном из каналов по теме как раз содержания лекарственных препаратов комбикормов. Там произошла переписка с блогером Гном Волк, по-моему, да? Да. Вот. Значит, человек утверждал, что в его комбикорме, ну не утверждал, он просто сказал, что в моем комбикорме лекарственных препаратов нет. На вопрос, вы хорошо, вы глубоко изучали этот вопрос, вы задавали какие-то там неудобные вопросы производителю, или заказывали паспорта качества, составы и так далее. По-моему, человек ответил, что как бы зачем, написано же на этикетке. Но он видел сертификаты, по-моему. Да, но что написано, мы сами знаем, да, что это зачастую не соответствует тому, что написано. Если помните, с «Преми кормом» была история, как написано, и то, что есть. Да. Вот. И это, кстати, подробно в предыдущем видео. Еще видео здесь будет, про кормить птицу на ПК-5 до забоя, вот тоже там, смотрите, там это тема. Делаем все ссылочки внизу в описании и по ходу видео. Да. Ну и, в общем, короче, мы тоже кинули запрос туда, на наш корм. Этот корм производит тоже ИП. ИП производит. К вопросу о лицензировании. Что лицензию отберут у кого-то, если кто-то нарушать будет. Нифига подобного, ее просто не зачем отбирать. Вот, значит... Значит, там тоже... А, нет, там сразу девушка ответила, сразу предоставила все паспорта качества, очень была любезна и так далее. И так же, как и везде, в комбикорме содержался или БМВД, или премикс. Ну, суть не меняет. Ну, и пока же. Мы пока, вы посмотрите в паспортах, да. И когда начали мы задавать вопросы по составу премиксов и БМВД, есть ли там лекарственные препараты, девушка захотела с нами встретиться, приехать там на любой край света и лично с нами пообщаться и все уже рассказать, рассказать. То есть презентацию. Презентацию, да, сделать нам, когда презентовать комбикорм свой. Ну, на что мы как бы написали, что да, здорово, спасибо огромное, не нужно так себя утруждать. Вы нам сначала пришлите документацию, чтобы мы понимали, стоит нам вообще рассматривать ваш корм или нет. И все. На этом переписка закончилась. То есть как только вопрос доходит до состава премикса или БМВД, с нами перестают общаться. Хотя, по большому счету, что могло бы быть проще просто сказать, что, ребят, вот вам состав премикса, там ничего нет. Спокойно. И теперь я хочу к вам на презентацию. Ну, например, да, если вариант так обстоит. Вы помните ситуацию с Вячеславом Говориным, который доказывал, что в премик корме в пятерке нет никаких лекарственных препаратов? Оказалось, что они там есть. Так что я бы поостерегся вот так утверждать, что вот в моем неизвестном никому корме, который делает ЭПшник, ничего нет и все чисто. Вы просто не интересовались, потому что не интересоваться никому не выгодно и неудобно. И нам тоже. Вот вы поймите правильно, мы просто не можем умолчать это, да, вот, получили информацию, мы вам рассказываем, вы сами... Не можем умолчать, вот нас не держится, знаешь. Вы сами решайте уже, какие там выводы делать. Потому как какая выгода нам от того, что мы вам рассказываем, что в ПК-6 Истра есть антибиотик. Мы могли бы прекрасно кормить этим кормом, он хороший корм, по большому счету, хороший корм. Его привозят дилеры на дом доставкой бесплатно, они не надо никуда ехать. Выгрузил машину и все, и корми спокойно. Но нам он не подходит, потому что, может быть, пока, может быть, исчезнет оттуда лекарственный препарат. Изменится рецептура. Может быть, рецептура изменится, еще что-то. Но пока он нам не подходит. ПК-5 подходит, например. ПК-5 мы тоже не используем. Не используем, но по идее он бы подошел. Но нам не интересен ПК-5 Истра, потому что есть более достойные, интересные варианты замены ПК-5. А вот ПК-6 мы бы прекрасно покормили Истрой. Но не можем, потому что там есть антибиотик. Так что мы сами себе наступаем на причинное место, понимаете. И не надо нас обвинять, что вы воду мутите, нам написал человек про Богдановича, значит. Что вы воду мутите, у нас полгорода на нем работает, там все чисто, там все зашибись. Позвольте усомниться. Вот, знаете, в башке они укладываются, в моей бестолковой, что берут, эксперименты все видели. Берут корма, да, курину, мировой бренд. Вот Богданович, там еще что-то, марк корм, заметьте, берут почему-то в этом эксперименте не для бройлера, а для несушек. Что в принципе уже эксперимент... Ну другого не было. Ну, это что значит, не было, не используйте. Ну как можно сравнивать корм для несушек и корм для бройлера в одном... Равно все, что тебе хотя бы сказали, что он был для несушек. Хорошо, ладно. Так вот, ладно, Богданович, так вот, при прочих равных, да, такой корм, как пурина, который все используют, многие использовали, мы в том числе, там очень хороший результат. Ну, очень хороший результат. И Богданович, в котором нет лекарственных препаратов, а все... В отличие от пурины. А уже многие знают, да, что лекарственные препараты, в частности антибиотик, увеличивает набор массы птицы на 20% в среднем. Разные по-разному. Ну, давайте возьмем около 20%. Механизм, почему это происходит, мы не обсуждаем. Из-за хорошего здоровья птицы, там, да, или из-за какого-то стимулирующего действия, это второй вариант. Так вот, как корм, в котором говорится, что нет никаких лекарственных препаратов, выигрывает у мирового бренда, у которого есть лекарственные препараты, то есть априори он в выигрышной позиции перед тем. У меня вопросы. Позвольте мне усомниться. Усомниться в отсутствии чего-то волшебного, если это так, что он действительно выигрывает. Или в отсутствии адекватности этого эксперимента, или там, что действительно Богданович лучше пурины, я не знаю. Я просто усомнился. Давай так, Богданович, скорее всего, дает лучшие результаты, чем пурина, или такие же, потому как делался эксперимент не одним человеком, а многими. И отзывы о Богдановиче действительно очень хорошие. У нас не к этому вопрос возникает в голове, а к тому, что ничего ниоткуда не берется и никуда не исчезает. Если вы хотите верить в то, что у вас с неба пойдет карамельный дождик, то, пожалуйста, вам как раз тут мультик. Но если вы понимаете, и вы взрослый человек, что не может быть из, понимаете, они родятся от оттенки, апельсинки, понимаете, поэтому вы должны понимать откуда. Может быть, они какой-то пребиотик изобрели там сверхъестественный. Может быть. Может быть еще что-то. То есть об этом обычно говорят. Вот мы придумали что-то такое, чего нигде больше ни у кого нет, поэтому наш корп офигенный. Назовем это супер-мега-драйв БМВД, и это будет наша фишка. Мы об этом расскажем. Но если мы хитрим, изворачиваемся, используем что-то, что не должны использовать, мы не можем выставить это как наша фишка, потому что иначе не привлечет много внимания. Но использовать мы это можем. И, соответственно, результат будет лучше, выше. Мы на рынке будем без конкуренции вообще, потому что у нас офигенная тема. И самое выгодное, мы не используем антибиотик, мы не используем как-то диастатик. Мы используем такую феню, которую вы даже не знаете, как назвать. И не знаете, как определить. И на тест-то вы не сдадите, потому что на тест надо конкретно издавать на какие-то виды известных антибиотиков, на какие-то виды известных лекарственных препаратов. А тут вы можете даже и не знать, на что бы вам сдать такое, чтобы что-то выяснить. Но снова, это наш воспаленный разум рождает эти мысли. Это не значит, что так оно и есть, и вы должны нам беспрекословно верить. Думайте сами. Вы сами умные взрослые люди, у вас сами голова на плечах. Сами думайте. Но у себя на канале мы имеем право высказать наше личное субъективное суждение или мысль, или подозрение, как хотите это можете называть. Пока у нас нет... Потому что получается, что только Богданович сейчас, вот из того, что мы видим, да, вот массу комбикормов, которые есть на рынке, из того, что мы вам показали, видим, что только один производитель не использует лекарственные препараты, как он говорит. То есть получается, как нам говорят тогда, в свою очередь, что если это будет не так, там завод химичат, то у него отберут лицензию. На него подадут в суд. Это все заводы могут подать в суд на один завод, который не используют, как говорит. Ну, то есть... Да и с другой стороны, надо ли оно подавать кому-то что-то... Да, конечно. У каждого своя ниша. Понимаете, что что, Пурина, мировой лидер, будет ешкаться с каким-то там, каким-то там, кто-то там, что-то... Своих пять мешков продают, когда люди продают, я не знаю, даже не сказать, тоннами. Мегатоннами, по-моему. А еще, давайте немножко пофантазируем, а еще проще было бы, или даже я бы сказал бы, как это было здорово, если бы это было на законодательном уровне закреплено, что производитель обязан размещать свои паспорта качества на своем официальном сайте, там, да, и вносить в него изменения при изменении рецептуры комбикорма, грубо говоря, в онлайне, чтобы каждый потребитель мог зайти на его сайт, посмотреть, ага, сегодня вот такой состав, завтра, перед тем, как купить, я еще раз зашел, посмотрел, ничего там не вели ли мне ненужного, или наоборот, не убрали ли мне ненужное, и я теперь хочу, как бы, попробовать этот корм. Но нет. Это какая-то тайна за семью печатями, которую нужно выпытывать, как будто бы это государственная тайна, вот, не меньше, да, не меньше, не больше, как говорится. Есть еще один момент, на который мы наткнулись недавно на уровне размышлений. Ребят, каждое зерно и каждая составная часть комбикорма может быть заражена. Заражена чем? Тем же самым кокцидиозом. Как сказать, это не зараженное зерно кокцидиозом, а недостаточно термически обработанное зерно, используемое при создании комбикормов, может нести в себе именно этот, как это, микроорганизм? Да, простейший. Простейший, который, в свою очередь, может провоцировать кокцидиозу птицы. То есть птица может заболеть из-за корма, тупо, не из-за каках, не из-за того, что она с земли что-то съела, а то, что зерно, используемое в комбикорме, недостаточно обработанное. Приведу, в пример, один из источников информации, которым мы часто пользуемся. Речь в лекции пойдет о возбудителях клостридиоза. Кокцидиоз – другое заболевание, но его возбудители также попадают птицы через корма. Если вот эта клостридия перфингиус попала в корма, а попадает она в корма вместе с пшеницей, то есть кукурузой, то есть она в земле растет и вместе с этим всем... Значит, вообще убить ее, это, ну, честно сказать, вы не убьете в домашних условиях, вы не убьете ее. Это надо на заводе при температуре 130 градусов, 130 градусов в течение трех часов. Ни один завод вам не будет так работать. Ни один. Максимум они проводят под 90 и до свидания. По технологии это зерно должно нагреваться до высокой температуры, которая убивает все эти патогены. И не менее трех часов вам. Да, но вот сами подумайте, ИП-шник может это сделать у себя? Прогревать так сильно зерно и так долго. Большие комбинаты, скорее всего, не отклоняются от технологии и делают это. А вот мелкие производители, не знаю, не знаю. Технически не в состоянии, по идее, это сделать. И для этих целей, чтобы избавить себя от рисков, что от их кормов может быть падеж птицы по причине заражения птицы от комбикорма, в комбикорм добавляют профилактические или лечебные дозы антибиотиков и коксодиостатиков. Это помогает птице не заболеть от корма. Понимаете еще вот в чем ситуация? Вот это недавно только, да, мы наткнулись на этот момент, что может быть неспроста добавляется антибиотик как-то коксодиостатик для того, чтобы просто там птица росла или просто там еще что-то. А для того, чтобы обезопасить сырье, птицу от сырья. И как раз вот этот момент объясняет то, что многие, не все, но многие производители, вы их в предыдущих роликах можете увидеть в ПК-6, что вообще не нужно и как бы не полезно по идее. По этой причине добавляют антибиотики туда, чтобы забить свою вот эту вот микрофлору комбикорма, да, или что, чтобы от него птица не болела. Может быть вот так. Это предположение наше опять-таки. То есть это понимается, да, что они обезопасивают себя от некачественных используемого сырья, от обработанного, недостаточно обработанного, понимаете? Может быть в этом вся фигня еще, эта ситуация. Потому что по большому счету, если их зерно должным образом обработано, должного качества, то антибиотик и коксидиоза, в принципе, человек, зная условия содержания, может давать или не давать самостоятельно. А вот если зерно имеет вот такой вот носитель коксидиоза, допустим, то тут какие условия ты не создавай, птица, птица вроде бройлера за слабым иммунитетом, может не пережить такого вот. Вот в чем тут еще момент может быть. Может дожить до коксидиоза. Да. Все на этом, друзья. Надеюсь, что мы вам полезны были. Всего хорошего. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки, пишите комментарии и советы. До свидания. До свидания.